Всем приветики, ребятки, вы на канале Крэйтис Геймсис, и сегодня с вами начинаем проходить новую игру, которая называется The Inquisitor. Это приключенческая игра с элементами экшена, сделана она, вернее, по романам, которые так и называются Инквизитором, фэнтезийные романы, кажется, которые так и называются Инквизитором. Я не знаю, какой автор, сами посмотрите в интернете, я не запомнила его фамилию. Также, собственно, каждое наше действие в этой игре, оно будет влиять на сюжет, я очень люблю такие игры, ну и действие разворачивается в альтернативной селенной, религиозной. Сейчас мы, я думаю, нам расскажут подробнее про сюжет, поэтому давай мы с тобой просто сходу нажмем играть. Настройки я уже все настраивала, так что проблем быть не должно, только если, возможно, с резкостью какой-нибудь. Второзаконие упою стрелы моей крови, меч мой насытится плотью крови убитых пленных головами начальников врага. Ладно, хорошо. Окей, русского языка в игре нет, игра вышла только вчера, 8 февраля, а сегодня февраля 9, и мы с тобой проходим вообще в числе первых. Они думали, что Христос у них в руках. Они думали, что могут делать с ним все, что вздумается. Они изувечили его и приколотили Христу. Они смеялись, когда он пообещал им возмездие. Но он сдержал свое слово. Земля, по которой они ступали, пропиталась кровью. Города, в которых они жили, охватило пламя. Осознав поражение, они укрылись среди верующих. Они думали, что их это защитит. Они ошибались. По их следам шли непреклонные инквизиторы. Мастера различать тонкости. Инквизиторы... А, и знаки. С словами писания они обращали еритиков в веру. Огнем очищали они ведьм. Собственными руками они убивали коварных вампиров. Во имя Христа и его вечной славы. Мощно. А что звука не было? Ну типа такой... Вот. Вот. Игра про то, что вроде как Иисус, он, его не убили, он вернулся. Кенигштайн, 1533 год. Не зависай. Добро пожаловать в Кенигштайн, мастер-инквизитор. Меня зовут Бертром. Я капитан стражи. Мордимир Маделин, лицензированный инквизитор на службе епископа Хец... Хецрона. Хецрона. Священная Кенцелярия сообщила нам о вашем прибытии. Должен признать, причина вашего визита меня удивила, Канцелярия. Я не верю, что в Кенигштайне прячется вампир. Их не видели в наших краях уже, наверное, столетия. Это не означает, что его здесь нет. Справедливо. Поэтому я и мои люди окажем вам все возможное содействие. По мере сил, конечно. Благодарю, капитан. Я просто исполняю приказы Бугомистра. Так что это его вам надо благодарить, а не меня. Если хотите сделать это лично, то идите на ярмарку. Сегодня он пытается собрать там деньги. Мои люди укажут вам дорогу. А теперь прошу меня извинить. Мне нужно проверить посты у других ворот. Окей. Ты был прав. Он инквизитор. Говорил же. Я сразу заметил знак инквизиции. Только им можно такие носить. Живодер поганый. Тихо, дурак. А не то навлечешь беду на наши головы. Стоит, короче, 60 фпс. Давай просто где-то проходит ярмарка. Капитан упомянул, что сейчас в городе проходит ярмарка. Где именно? На городской площади мимо не пройдете, мастер. Но берегитесь, хулиганья. Эти дети постоянно прячутся у прилавков. Давай вампири. Вы что-нибудь слышали о вампире? По сухам где-то здесь прячет кровосос. Прячется, наверное. Я ничего не слышал. А ты? Я тоже. Короче, никто ничего не слышал, да? Ну ладно. Ну хорошо. Пойдем сами, значит, искать. Где кто что прячется. Новая запись в дневнике. Сходить на ярмарку. Откройте тап, чтобы посмотреть актуальные задания. Так, а можно я, подождите, вот так вот сделаю? Вот так вот. И все. Сходить на ярмарку. Сегодня мы чествуем Христа Победоносного. Ежегодная ярмарка, которой славится Кенигштайн. Проводится на рыночной площади. И я с радостью загляну туда, чтобы оценить ее достоинство лично. Также стоит воспользоваться возможностью поговорить с бугри... С бу... С бу... С бугомистром. Так, хорошо. Пропустить дальше, назад. Ну, закрыть дневник, наверное. Хорошо. Это у меня что-то неоптимизировано, или это у них что-то неоптимизировано? Наверное, у них, я думаю. Так, ну-ка. А если вот так вот? Просто я ж не проверяла. Там сразу началась эта штука. Эта заставка. Я думаю, не-не-не, я не буду. Ну, я не знаю, давай 120-ка ничего не фпс поставим. Может, в этом суть? Может, в этом... Может, вот так поставить? Контраст на 60. Вот так. Так, графика. Ну, везде графика у меня среднее качество. Производительность. Ультра... Да-да-да, ультра-производительность самая то. Подожди, давай сбалансированность. Чтобы и качество, и как бы все остальное было на высоте. Все, продолжить. Так, ну, более-менее хорошо. Так, он бегает. Куда нам идти? Нам надо карту? Да ё-моё, а чё с этой... С мышкой? Чё такая жёсткая мышка? Так, где? Звук, управление. Самсунг. Общая громкость. Подожди, управление. Игровой процесс. Чего? Ну, я не знаю. А как это я... А как я могу это... Ну, там же по отдельности всегда это всё настраивается. Как я... В смысле, вместе. Ну, ладно, давай так. Короче. Куда мы идём? Мне сказали на ярмарку. Мне сказали, куда конкретно идти? Персонажи, вампир, поиск, улики. Это... Это дневник. А сходить на ярмарку так? Ну, ладно, короче. Ой, не туда. Вот так. Ладно, не знаю. Ну, пойдём. Там вроде как куда-то в дом. Пойдёмте туда прямо. Молитва ориентиры. Используйте молитву... Ага. Чтобы найти места и предметы, которые могут представлять для вас интерес. Молитва укажет следующую цель лучом света. Сходить на ярмарку. А, и это остаётся, да? Нет, это уходит. Ну, короче, просто бежим. Я не знаю, можно ли тут что-то подбирать. Надо ли тут что-то подбирать. Так, она получается туда. На ту сторону. Ммм, на Христу, наверное, хватит и молитвы. Однако не стоит игнорировать возможность пообщаться с Богом, когда она есть. В смысле, ты хочешь... А, вот это, что ли? Ну, давай. Ага, он ещё и католик. Благодарю тебя, Иисус, что не позволил сбиться с пути в поисках правды. Спасибо, да, благодарю тебя за то, что завис. Благодарю тебя за это. Короче, этот священник ещё и другую фразу сказал сейчас. Он сказал фразу, что, короче, приходите на вечерню. Бог, отец, защити меня от греха, чтобы я мог первый бросить камень. И этот сказал, типа, если есть возможность поговорить с Богом, то стоит это сделать. Я не совсем понимаю, вот эти свечи, это и есть возможность поговорить с Богом? Или мне надо куда-то в часовне сейчас идти и поговорить с ним? Короче, качество я уменьшила до самого низкого. Кроме освещения. Освещение я ставила высоко, потому что, ну, как бы, она на предвидительность не влияет толком. Ну вот, смотри, говорите от пацана, беги. А ты это... А ты ходишь тут спокойно. Да беги ты быстрее. А, нажимать, что ли, надо было? Это же хрен, пойми, что делать-то надо. Где пацан-то? А, вот сюда пошёл. Вот сюда пошёл. Давай, 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 давай. Вон он бежит, я его вижу, давай. А, короче, один раз нажала, тыкать не надо. Он ронул туда. Спасибо. Ну да, конечно, мышка управляется очень медленно. Настраивать надо. Если бы она настраивалась вместе, то ещё понимаю. Ну, в смысле, не так, что отдельно по оси Х, отдельно по оси Игрик. То ладно. А так, короче, я сейчас полсерии буду только настраивать. Поэтому, ладно, будем бегать с такой, потом я отдельно настрою. Так, он вот сюда забежал. Вон, да, вижу его. Вот, погоня. Погоня с Кьюти и выборами. Он побежал направо. Проклятному варежке удалось уйти. Ладно, поймаю его в другой раз. А почему в другой раз? Подожди. Путевые знаки, взаимодействие с путевыми знаками Е. Вы узнаете, где находится? Самые важные места в городе. Ладно. Порт, рынок, таверна, собор, дворец, графини, дольки, прессань, бордель, рыбный базар, арена. Пойдёмте в бордель. Мне нравится. Так, подожди, а что нам надо? Нам надо в собор? А, нам нужна ярмарка. Но тут ярмарки нет. Так, нам сюда, да? Или нет? Подожди, вот эти штуки мы просто так зажигаем? Или это какое-то сохранение? Я что-то не совсем понимаю. Для чего они нам? О, Господи, убери меня от греха, милосердие. Милосердие – это грех? Так. Ну, на первый взгляд, игра непонятная максимально. Пока что мы побегали. Ничего не поделали. Так, куда мы ещё раз идём? Нам... А, подожди, это ж я не то вижу. Где ярмарка? А, ярмарка слева. Ити же, кстати же, я вообще не туда пошла. Так, хорошо. Получается, нам надо как-то вот обойти вот это здание, что ли? Непонятно. Вот, QT-выборы – это как в интерактивном кинсе. Вот. Плюс ко всему... Что ещё? Вон она, ярмарка. Вот. А, так мы здесь пробегали. Плюс наши действия, они определяют сюжет. То есть, кого убить, я так понимаю, кого не убить. Спасибо тебе, Господи, забежала с ней с сражений с моими врагами. Да то нифига себе. А чё мы этим делаем? Вы мне хоть рассказали бы? Типа, для чего это вообще делать? Для чего-то важного или нет? Ну, пошли. F удерживать. Удерживаю. Удерживаю, заходите. В принципе, и на низком качестве нормально. Вот средняя, низкая. Меня чё, удивляет в играх? Средняя, низкая. Они вообще, короче, не отличаются, эти два качества, между собой. То есть, они одинаковые на вид часто. Но почему-то производительность больше, как бы, тратится на среднее качество. Хотя, ну, различий у них почти нет. Вот высокое качество и низкое, или среднее, там есть, да, отличие. А тут нет. Капец, она ещё и зависает. Она капец неоптимизированная, ребят. Я надеюсь, это исправит. Потому что у меня Atomic Heart на низких настройках тянет нормально. Позавчера не тянул день выхода, короче, виз. А вчера уже оптимизировали, и всё нормально. Так, о чём мы хотим на ярмарке? Я, если честно, забыла. Колбасу бахавай, давай. Икону купим и колбасу заточим. Записка. Деревянная статуэтка Христа Победоносного Большая 1. А, это это, не записка. Это что, сколько стоит? Как тебе идея не зависать? Ну, она зависна. О, господи. Прошусь перезаходить. В общем, у нас новая запись в дневнике, как я вот здесь вот увидела, а до этого не видела. Сегодня мы честуем Христа Победа... Подожди, сходить на ярмарку. А где запись-то? Персонажи. Улики. Порошок. Секретное оружие инквизиторов. Его рецепт хранится в строжайшей тайне. Шерсткен. Хорошо. Хорошо. Дневник священной канцелярии отправила меня в Кингштайнер следа дела о якобы появившемся там вампире. Полагаю, инквизитора там не ждёт радушный приём. Будучи неутомимым слугой господа, я верю, что он поставит на моём пути добрых людей и поможет мне выполнить задание. Ладно, я тоже на это надеюсь. Мелкий воришка. Мальчишка в лохмотьях выскочил как из ниоткуда и стащил мой мешочек с Шерсткеном. Стражники поставлены охранять ворота во время ярмарки. Слишком задирают нос недалёкие ленивые сплетники. Один из них назвал меня живодёром. Какая грубость. Бертрам, капитан городской стражи. Он кажется достойным человеком. Думаю, ему можно доверять. Хорошо. А что у меня в этом-то? Ну, господи, у стебёте. Я уже производительность поставила, я уже всё поставила. А он, короче, до сих пор зависает. Ну, так же нельзя. Так не должно быть. То есть, ну, у меня не такой комп. У меня же не комп вот этот с жопой в огромной сзади. Который не тянет даже там игр двухтысячных. С лагами, провисаниями, просадками. У меня нормальный ноут. Там игры старые, он тянет хорошо. Ну, то есть, там, 2018-го года он тянул на максималках. А сейчас главное это. Игра на вид, как в 2018-м году, а тянет почему-то. Требует больше. Прошу прощения, у вас, инквизитор, с нашей тележки свалилось несколько мешков. Нам нужно их убрать. Поэтому пока тут пройти не получится. Ну, ладно. А, вот так давай. Причем словам, что не боится испытаний головам. Сегодня пройдет турнир, без которого благосклонность королевы прошли к прошлогоднему параду ряженых. Победитель будет иметь честь развлекать прекрасную, лилану во время парада ряженых, который, по традиции, начнется завтра после вечерней службы. Попытать удачу может кто угодно. Плата за участие – всего один серебряный ангел. Не скупитесь. Собранные средства пойдут на возведение нового памятника в честь Христа. Победоносного, столь величественного, что он затмит ту дешевку в Швибусе. Ладно. Так-так, сам инквизитор подсил на своем присутствии. Я рад вас видеть, мастер. Я Квидо фон Герцен, бургомистер этого города. Рад познакомиться, бургомистер. Как вас зовут, мастер? Мордимер Маделин. Мордимер. Мордимер, я запомню. О, же запал на нас в Саврика. К нам редко заглядывают посланники в священную канцелярию. Надеюсь, капитан Бертром встретил вас должным образом. Он вояка до мозга костей и может показаться грубоватым и невоспитанным. Но я еще не встречал солдата лучше него. Он вел себя как подобает командиру стражи и ничем не опозорил вас. Превосходно. Я с удовольствием пообщаюсь с вами чуть погодя. Но сейчас меня ждет одно дело. И турнир, конечно же. Я лишь хочу поблагодарить вас за предложение помощи в поимке вампира. Если вы действительно хотите подблагодарить меня, примите участие в турнире. Совместите приятное с полезным. Не стоило бы мне предаваться праздному веселениям. Но раз на кону памятник в честь Христа Победоносного... Ха-ха-ха-ха-ха! Да! Памятник! Добавьте мою иму в список. Я так рада! Остальные претенденты выглядели не выносимо скучными. Но ты не такой. Я это сразу заметила. О! Да, я далеко необычный. Ты будешь королем породоряженных, а значит тебе нужен соответствующий костюм. Тут недалеко отторгуют модной одеждой. Купи себе что-нибудь. Хотя бы просто маску. А я пока займусь своими делами. До встречи. Как они медленно говорят. Ха-ха-ха-ха! Прям непривычно. Участвовать в турнире не обязательно. Если вы хотите познакомиться с механиками, вы найдите три места, где проходят состязания и выполните задания. Хочу, да? А как них найти? Вот так? Подожди. Найти иголку в стоге сена. Ага. Ну пойдем сюда тогда. Что это? Короче, тут на удивление медленно говорят люди. Добравшись до Голгофы, командующий легионерами Центурион посмотрел на Иисуса и сказал «Полезай на крест, что я для тебя приготовил». Иисус подчинился, ибо не хотел, чтобы труды Центуриона пропали в туне. Однако на кресте он пробыл недолго. Здесь довольно неудобно. Он жаждал свободы, а потому сломал поперечину креста и спрыгнул на землю. «Ты уничтожил мой прекрасный крест! Горе тебе!» Центурион бросился на Мессию с мечом в руке, но Иисус не позволил ему нанести удар. «Возведший крест от креста и погибнет». Он ухватился за отломанную часть креста и ударил первым. Прознав об этом, император Тиберий разгневался. Он решил лично разобраться с Христом. «Ты убил моего верного слугу и за это поплатишься головой». «В том я клянусь!» «Прими же плату!» Иисус выхватил меч у Центуриона и отрубил Тиберию голову, тем самым, исполнив клятву, заплатить одной головой. Император Мёртв, да здравствует Иисус! Победоносный наш Господь и вечно сущий царь. Вот так Христос и завоевал императорский трон. А у меня тоже есть вездесущий собак. Вечно сущий и вездесущий. Везде сыт. Постоянно сыт. Регулярно сыт, падла такая! Ударить аж хочется. Так, что с тобой надо делать? Иголка в стоге сена? Наконец-то противник. Я уже чуть не пустил корни. Что, драться что ли? Я думала, иголка в стоге сена. Ну давай драться тогда. А что тут и драться? А, ну да, сэлемент мэкшен даже. Бей. Как здец, больно как. Бой, легкие удары. Легкие удары быстрые и от них сложно уклониться. Их выгодно использовать против медленных врагов. Однако учтите, что легкие удары можно парировать. И тогда Мордимир или его противник будет на время ошеломлен. Ладно. Хорошо. А как парировать? Бой, блок. Блок Катарелл. Полезен, если противник пересиливает. И вам нужна передышка. Блок легко справится с легким ударом. Однако блокирование тяжелого может на время ошеломить Мордимира или его противника. А я Катарелл же нажала. На тебе, Кобзец. А я поставила же блок. А я же поставила блок. Вы должны были защищаться. Хорошо. Бой. Тяжелые удары. Тяжелые удары медленнее и мощнее, но от них легко уклониться. Используйте их против ошеломленных или медленных противников. Блокирование тяжелого удара может на время ошеломить Мордимира или его противника. Уклонение. Уклонение спейс позволяет избежать урона. Его также можно использовать, чтобы увеличить дистанцию до противника. Нормально. Бой и безупречное парирование. Безупречное парирование катарел это мощный прием, который может ишеламить противника и заставить его открыться. Чтобы выполнить такое парирование, нужно отбить атаку в тот момент. Когда противник вот-вот должен донести удар. Сложно. Подожди. Повторите. Так, я ж нажимаю. Подожди. КТР уже нажимаю. Чуть я тебе не нравится. А, вот. Так, короче, я не понимаю, почему. Так, я нажимаю. Короче, он не может парировать. Подожди. Отойди. Хорош. Хорош меня бить, ты, чувак. Ааа, я вообще не понимаю. Ааа, надо вперед еще нажимать. Короче, я поняла. Довольно. Перейдем к настоящему бою. Окей. Все? Деремся? Драка! На, я тебе сейчас... На, падла. На тебе, на тебе. Я тебе сейчас этим вот... Этим я тебе сейчас мечом... Я тебе этим мечом сейчас зарежу, хоть он и деревянный. Тебе все не больно, да? Я тебя бью. Ты мне даже ни одного удара не нанесу. А, ты все сдался? Мне редко встречается воли, лучше меня. Мы преподавали в национал. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Ты кто? Пройти обучение еще раз уйти, повтрейдой. Нет, уйти. Я думала, что-то с женщиной надоедать. А, я костюминал. Так, найти иголку в стойке сена. Подожди, куда она? Ити же по статижи. Ну как вот это вот не оптимизировано? Это именно не оптимизация. Это тот самый поганец, что меня ограбил. Ну побежали за ним. Он у того мужика ограбил. Мерзавец, он туда побежал. Украли меня. Опять погоня замерзавца. А теперь куда побежал? А теперь я откуда-знаю где. От малявки несет гнилой рыбай. Фу. Противник. Гнилой рыбай. Че, не туда побежал? Старуха должна быть вымылась духами. Я перебила запах мальца. Вон он, да? Ну штаны вроде его. Штанишки его обосранные сейчас будут. Сейчас обосрется. Так, где поганец? Он избавился от вони? Че-то снял, видимо. Или рыбу достал. Попался! Это не он. Печально. Откуда ты знаешь? Пусти, мне больно. Эта девочка еще нет, что-то попросит. Сначала покажи, что у тебя в руке. Я видел, как ты что-то стащила из тележки. Это просто яблоки. Как тебя зовут? И где твои родители? Я Амелия. А мои родители и родственники мертвы. Два года назад оспа скосила. И кто за тобой присматривает? Никто. Мне не нужно, чтобы за мной присматривали. Я умею о себе позаботиться. Промышляя воровством. Я хотела есть. Чем попало живот не наполнить. Что ты со мной сделаешь? Отдашь стражника? Верни яблоко и брысь отсюда. Ну ты лучше, Верни яблоко и уходи. Только не никому не говори, что украла. Лучше скажи, что оно упало с тележки. Иди и ешь волю. А, да, и денег. А я думаю, как это? Типа, верни яблоко, при этом никому не говори, что ты его украла. Но она куда-то пошла вообще не к тележке. Так, подожди, где? Вон. Нормально. В принципе, короче, если камерой не крутить, то он более-менее. А это что, это тоже наше испытание? Нет? Нет, не наше. У нас конкретно три испытания. И больше ничего. Так, это опять какие-то записки. Но это не записки. Это сколько что стоит? Коллекция. В Кенигштайне вы всеместно будете находить коллекционные предметы, записки и письма. Чем больше вы найдете, тем больше наград получите. Награды доступны в главном меню. Хорошо. Так, ну мне вот сюда получается. Подожди, что это такое? Это они интерпретируют казнь или как? Эй, дети. А вампире что-нибудь слышали? Вампир? Что это? Чудяще. Бабуля говорила, у него длинные клыки, и она может летать. И любит пить кровь. Кровь? А почему кровь? Кловь. Чтобы долго жить. Так, может мой дед вампир? Ему навелна. Ему навелна. Уже сто лет. Почему ты рафин? Симонал Зоти. Ха-ха-ха, прикол на Зоти. А мне нравится так это читать. Можно побольше таких картавок, которые не уговаривают. Полагаю, городская казна опустела, раз вам приходится собирать деньги лично. Ха-ха-ха, нет, мастер-модерин, все не настолько плохо. Праздничный турнир и сбор средств это всего лишь старая добрая традиция. Увы, жители Кеннегштайна начинают мешать. Все меньше и меньше смельчаков решается поучаствовать в веселье. А в этом году у нас очень высокая цель. Однако, я не уверен, что собранных средств хватит. Не сомневаюсь, кардинал посодействует вам деньгами. Все-таки речь идет о возведении памятников в честь Христа Победоносного. Хотел бы я, чтобы это было так. Увы, его высокопресвященство ставит щедрость в один ряд с расточительностью. Ладно, хорошо. Печально. Не, ну денег-то он даст, наверное, немного. Че, я вот это кидаю? Тут мужик сидит вроде занято. Вам нужно поднять бревно и нанести его. До конца белой линии. Держа вертикально. Капец. А затем поставить выкопанную там дыру. Капец, заданька. А затем, если уроните, придется начать сначала. Так, это на какую-то эту, да? На какую-то, как его зовут? Как она называется? Ну, это. Которая, когда ты стоишь, и оно тебе помогает, это. Оно тебе помогает держать баланс. Етиш-пасатиш. Подожди, у меня ж не столько пальцев-то есть. Зет. Зет. Ай-яй-яй. Ха-ха-ха. Ладно, поняла. Проклятие, высказнула за руку. Вы уж постарайтесь, мастер. А то пока дела у вас идут не очень. Да, идишь, пацаны, сейчас подожди. Сдриснитесь, я сейчас сюда иду. Йоксель-моксель нашлись тут самые крутые. Ай-богу. Зет. Дабылью. Намана. Зет. 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 Да, иди же, так нереально, подожди. Тут может быть джойстик надо подключить в следующий раз. Я попробую этот джойстик подключить в следующий раз. И с джойстика поиграть. Просто, ну, как бы на клавиатуре это нереально. Объективно. То есть вот это еще ладно, который вот эти удерживает на время. Еще ладно. Вот эти на время тоже. Но никогда появляются новые типа Си. Ведь здесь всегда был А, А, В. Там всякие эти. Всякие, короче, A, B, C, D и W. Ну, давай, ставь. Ура. Донесли. Ну, хорошо. В принципе, если это будет так же медленно, то более-менее. Ну, через множество попыток я смогу это сделать. Ну, или подключу джойстик, опять же, попробую. Наконец-то. Ну, ладно, что, смотрите, попытки нормально. Бог любит троицу, кстати говоря. А, а, а. Бог любит троицу, поэтому смотрите, попытки я это и сделала. Так, дальше. Вернутся к лавке с костюмами. Нет, подожди, я хочу еще иголку с тори сена найти. Подожди. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Здесь есть записка. Или что это? Это записка, да. Список осужденных на казнь, коим будет оказана почесть обезглавливания во время праздного праздничного в честь Христа Победоносного. Короче, ну ладно. Кому интересно, прочитает. Кому интересно, тот прочитает. Так, нам надо обойти. Подслушивание. Подслушивание один из способов добыть нужные сведения. Для начала нужно встать в подходящем месте. Хорошо. Подходящее это место? Или какое? Подслушивание, выбор цели. Чтобы подслушать чужой разговор, найдите подходящую цель и сосредоточьтесь на ней. А какая цель-то у нас? А как? За что обезглавили этого парня? Говорят, он нажрался и обослался, и его высоко почесть, повысоко почесть у сапоги. Хорошо, что не насрал у них, а то мы запытали бедолагу. Хорошо. То есть я всех могу, да, послушать? Видим, какие дырки у Хельги? А то такие большие еще поискать. Я слышала, она любит покувыкаться. Но только по-испански. Это как? А мне откуда-то знать? Я в Испании не бывал. Наверное, надо брать за эти дырки, как быка за рога. Я не могу. Ха-ха, прикол. Вы прощербатого дитера? Не знаю, где он. А только что был тут, смотрите. Даже муку рассыпал. Хорошо. Муку рассыпал. Он там что-то лежит или нет? Нет, ничего не лежит. Муку рассыпал, ничего не лежит. Хорошо, помолитесь, чтобы увидеть следы и почуять запахи. Помолитесь. А что это такое? А, мне в смысле надо по следу, что ли, идти или что? А зачем мне это? А для чего? Подожди. А подожди. Давай. Уважаемые жители Кенигштейна, убедительно просим вас не срывать работы по ремонту жилого дома. Исполните осведомленно задержках и ваши комментарии, расспросы и насмешки над рабочими не ускорят процесс. Вход на строительную площадку и подъем на леса запрещен. Зафиксировано уже 4 случая с летальным исходом. 7 человек получили травмы, 1 пропал без вести. Мы все хотим, чтобы работы завершились в кратчайшие сроки. Швыряние яйца, помидор в строителей, оскорбления в их адрес, такие как лентяй, клеворуки и пентюх, а также незаконное проникновение на строительную площадку будут строго караться городской стражей путем заключения в темницу или телесных наказаний. Храпец имя. Прикинь, такое надо было раньше учить. Ты если там, не знаю, что-нибудь скажешь, не так. Тебя там чуть ли не казнят. И сидишь такой, наверное, в первом классе такой. Только это и учишь. О, хрена себе, я так же умею. Хочешь, покажу? Но не здесь, не здесь, не в игре. Так, подойдет, это он, что ли? А кто это вообще? Зачем он им? Для чего? Ну, парень. Что с тобой стряслось, парень? Набухался. Что? Не видите? На меня у рынка напали. Три мерзавца. Избили и ограбили. Вы были там, инквизитор, но не помогли мне. Я вас заметил! Меч Господь, что ты здесь делаешь? Все тебя обыскались. Нет у меня муки, бургмистер. Меня ограбили по пути на ярмарку. Забрали деньги, мешки, даже тележку. Проклятие, чтобы дети обосрались от кривавого поноса. Простите за любое выражение, мастер. А вот пытаешься сделать что-то для города, руководствуешься благородной целью. Но все пустое. Ну что ж. И что теперь ты будешь делать? Мы что-то узнали. А для чего нам это? Ну, украли у него. А, ну это, в смысле, тот мужик, который... Парень, вернее, который был... Который был в начале. То есть тележка там, типа... Ой, наша тележка перевернулась. А мы такие, ты... Вы все кулаками решаете? Они такие, а-а-а-да, не обращайте внимания. Подожди, кого вернуться? Я хочу еще доделать. У меня еще иголка в стуле сена. Это инквизитор. Добро пожаловать, мастер инквизитор. Чем могу служить? Инквизитор? Ну, за это мы коллеги. Я Роланд. Мастер-палач. Мы не коллеги с коленой. Ну ладно, я взрослась. Мордимер Модель. Лицензированный инквизитор на службе. Эпископа Хецхедрона. Если потребуется помощь, загляните в темницу. Есть у меня пара штуковин, которые точно облегчат вам жизнь. Ну, торговец-то достаточно потратил в мое время. Есть у тебя что-то для палача? Вот маска и косы веселого палача. И стианона. Мясника, который пропал несколько лет назад. Он был настоящим дьяволом. То, что дьявол утащили его в преисподнюю. Уверен, прямо сейчас он танцует джигу в аду. Чепуха! Пошли вон, а то я устроила оборку. Ха, он типа главный, да? Был такой взгляд. Как маска веселого палача из стианона оказалась на прилавке торговца. По-любому, уйдись инквизитор! Красивая! Правда? Ну да, нормально. Качество было получше, я бы тебе сказала. Ха, наверняка. У него крест вывалился. Сам по себе. Че происходит? Че шо такое? Ты шо? Ты че? Короче, ведьма из Блэг уже поста леса. Ха, щас ведьма везде такая. Че такое? Что ты там нашел, дружок? Меня уже давно не посещали в видении. Почему Христос послал мне его сейчас? Что он хотел сказать? Что ты туда хотел? Что с вами? Визиток. Вы словно потеряли до речи. Пади, тоже хотите купить костюм веселого палача? Не выйдет. Я первый пришел. Ну ладно. Вот я тебе и продала костюм палача. Проклятый палач. Он заплатил золотом, которое получил от приговоренного на палахе. Он тот вложил ему в руку монету, умоляя о быстрой смерти. Ты о чем? Как я помню, палач открыл отчик рыжего ему башку с третьей попытки. Этот мясник упивается жестокостью. Говорят, его выгнали с поста королевского палача. Лучше наложить на себя руки, чем попасть к нему в лапы. Так, в смысле, он где-то взял маску и костюм веселого палача из Тианона. Я был знаком с ним. И потому знаю, что он считал этот шутовский шутовский наряд подзорным символом вырождения искусства. Он спрятал его, и никто не знает, где именно. Я купил его, мастер. Ну, давай сначала, где я у кого? Где я у кого? Отвечай! Мне его продала старушка, которую я повстречал на лесной дороге. Ее собака выкопала этот костюм у меня на глазах. В прошлом я много раз видел самого палача и сразу знал маску. Я заплатил по справедливости. Микзавец что-то утаивает. Я это чувствую. Ага, как мне это понять? Молитва, улики. Показывается крытой мглой. Найдены предметы, могут быть полезны в расследованиях. Но я ничего не вижу. Ну, я пока ничего не вижу. Пойдем туда. Там еще новый этот. Отправиться в иной мир. Чего? В какой иной мир? Я не хочу. А, подожди, это мужик. Мне туда куда-то. Блин, ну неудобно. Надо на столбы именно смотреть. Столбы это заданьки. А где столб-то? Ага. А, хрена себе, их тут три, блин. Ездишь, посадишь, так они. А, подожди. Какой-то рядом. Хотела бы возмущаться, что они все далеко, а какой-то рядом. Подожди, это что такое? Это мы будем подслушивать? Кажется, это собачья подстилка. Ну да, какое-то сердечко. Собака есть, да? И что мне это дает? Это что такое? Корона? Ошейник похож на тот, что был в моем видении. А, ошейник. Если я правильно помню, старушка звала пса дружком. Стоит попробовать. Дружок! Фига себе получился. Заткни, пай, шапка! Я как тебя ответил, что рано залезать сил не будет. Иди в задницу, я тебе сейчас самого отметили. Не трогай его, паршивец! Не трогай его, паршивец! Наш господь относился к низшим созданиям с любовью и уважением. С твоей стороны будет мудро поступить так же. Забирайте его, господин! Отец сказал научить пса слушаться. Я просто делал, что велено. Не буду я рубить. Что-то тут не так. Никто не назовет собаку дружком, если собирается продать ее. Откуда он у тебя? Купили у старушки, которую мы повстречали в лесу. Ну что, дружок, пойдешь со мной? Теперь у меня есть собака, да? Как весело! Я собак люблю! О, собаки, это хорошо. Что теперь, катсцена какая-то? Так, пожалуйста, не зависни, пожалуйста, пожалуйста, отвисни и никогда не зависай. Давайте мы с вами на этом на сегодня закончим. Я очень надеюсь, что тут хотя бы прошло сохранение. Вот, встретимся в следующей серии. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк. Обязательно пиши комментарий. Я буду понимать, стоит ли проходить эту игру дальше. В целом, мне она понравилась. Я думаю, она стоит нашего с тобой внимания. Также подписывайтесь на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok